Приветствую друзья! Основные мощности Амурского газоперерабатывающего завода подключены к трубопроводу Сила Сибири, по которому природное топливо из России прокачивается в Китае. Об этом значимом событии сообщает пресс-служба компании Газпром Переработка, дочернее предприятие холдинга, находящееся в Благовещенске. В данный момент проводятся мероприятия по пуску и наладке основных и вспомогательных агрегатов на комплексном оборудовании завода. Как отмечают в пресс-службе, уже сейчас завод полностью подключен к китайской трубе. Все четыре врезки в основную магистраль для обеспечения поставок как товарного, так и сырьевого газа сделаны. Подготовлены специальные газоперекачивающие агрегаты ЛАДАГА-1 и ЛАДАГА-2. Первая технологическая линия запитана сырьевым топливом, поданным на установку осушения и очистки. При этом ведется до настройки оборудования. Азотно-воздушная станция запитана газообразной смесью и проверена перед подачей азота. Завершены работы также на сооружениях по очистке водных ресурсов приприятия. По отчетам подрядчиков, строительство завода энергетического гиганта находится на завершающей стадии и характеризуется 75% готовностью, что означает, что комплекс почти готов. По замыслу, Амурский ГПЗ должен стать одним из самых крупных среди подобных предприятий в мире с проектной мощностью более чем 40 миллиардов кубометров переработанного сырья в год. Что касается выработки гелия, то мощности завода позволят производить 60 миллиардов кубометров этого газа. Главная задача завода состоит не только в обычной переработке ископаемого топлива, но и в выделении из экспортного потока сырья ценных химических компонентов. При этом разделение и очищение прокачиваемого по газопроводу силы Сибири топлива будет проводиться с понижением его температуры до значений, характерных для сжиженного агрегатного состояния. Для потребителей Амурский ГПЗ будет готов предложить не только природный газ и гелий, но и побочные продукты газоперегона. Неполный ряд алканов, этан, пропан, бутан, а также пентангексановые фракции. В частности, указанная продукция пойдет на соседний Амурский химический завод, который в свою очередь станет крупнейшим производителем полиэтилена и полипропилена. В производственном плане завод будет разделен на технологические линии, которых всего насчитывается шесть. Две из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Остальные встанут в строй до 2024 года, а в следующем, в 2025 году, ГПЗ выйдет на пик производственной мощности. Так вижу, друзья.